Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю читать главы из книги доктора Ярослава Марциновского «Борьба за здоровые нервы». Перевод с немецкого Е.А. Кост напечатан в рамках психотерапевтической библиотеки под редакцией докторов Н.Е. Осипова и О.Б. Фельсмана. Выпуск 11. Книга издательства «Наука. Москва. 1913 год». Значит, как и всегда, при чтении или в начале чтения глав из этой книги доктора Марциновского я привожу в качестве эпиграфа следующие строки. Эта книга особенно пригодна для чтения нервно больными людьми. Врач должен просвещать своих больных для того, чтобы они не слепо слушались его, но охотно следовали бы за ним, так как они его поняли. Значит, в данном аудиовидео-отрезке речь будет идти о следующем. Как можем сделаться мы здоровыми и что такое болезни душевного происхождения. Значит, глава называется полностью «Врачебно-воспитательная терапия» в собственном смысле этого слова. И что такое болезни психического происхождения, психогенные болезни. Итак, Штрюмпель, один из наших выдающихся клиницистов и учителей, речь идет о докторе Штрюмпеле, немецком терапевте, говорит, Число болезней, возникающих вследствие первичных психических процессов, но выражающихся в телесных симптомах, по крайней мере, так же велико, как число действительно телесных заболеваний. Что это значит? Вопрос. Мы установили зависимость всех нормальных жизненных процессов от нервных импульсов и подтвердили это положение так же и относительно процессов болезненных. Где имеют место болезненные процессы, там дело идет об уклоняющейся от нормы иннервации. Эта зависимость от иннервации не знает никаких исключений. В каком бы месте тела не происходило что-либо, чувствующие нервы сообщают об этом мозгу, и от последнего зависит соответствующая реакция. Если произошедшее выходит из пределов нормы, то, соответственно, изменяется иннервация. Мозг регулирует деятельность клеток в соответствующем отделе тела и приспособляет ее к изменившимся условиям до тех пор, пока местное расстройство не выровняется. Во всем этом уже в норме принимают участие психогенные моменты. Это значит, что направление и способ регуляции иннервационных токов, исходящих от центральной нервной системы, зависит не только от внешних раздражений, но также от сопутствующих душевных явлений как в области мышления, так и в сфере чувствований. Так, душевное настроение оказывает громадное влияние на болезненные процессы, надежда и счастье скорее ведут к выздоровлению, чем заботы и равнодушия, раны победителя заживают легче, чем раны побежденного и т.д. Содержание представления имеет влияние на иннервацию заболевшего участка тела. Это влияние бывает иногда так значительно, иногда может действовать с такой силой, что внешнее раздражение лишается всякого определяющего реакцию значения. Внешнее раздражение совершенно поглощается высшими мозговыми центрами и изменяется до неузнаваемости. Кроме того, бывают такие состояния, которые обязаны своим происхождением исключительно собственным представлением больного без всякого существенного внешнего повода. Это будет чисто психогенные состояния. Если содержание представлений ложно, то их результатом будет заболевание. Местом заболевания в таком случае является не якобы больной орган, но психика с ее ложным пониманием, с ее лишенными основаниями, опасениями, коротко сказать, с ее ложными представлениями. Ну, маленькое такое, короткое замечание. Но здесь, естественно, доктор Марциновский говорит о так называемых современных психосоматических взаимоотношениях или психосоматических проявлениях. Когда первичным является психическое, душевное расстройство, вследствие чего нарушается иннервация того или иного органа или системы органов, и возникает симптом со стороны этого затронутого органа. Причем сам орган остается здоровым, его функция не нарушена в прямом смысле этого слова, но болезненные ощущения исходят из него. И естественно, что такие больные в первую очередь, конечно, обращаются не к психиатру, а в первую очередь идут к тому специалисту, в чьем, скажем так, заведении находится тот или иной орган, который проявляет те или иные болезненные симптомы. Ну, скажем так, если пациент имеет тошноту, боли в области желудка или в правом подреберье, то, естественно, врачом, к которому в первую очередь обращаются подобные больные, это гастроэнтеролог. Если симптомы исходят из сердца в виде нарушения ритма сердца, то ли брадикардии, то ли тахикардии, то ли экстрасистолии, то ли боли, Ты, естественно, врачом, который является, значит, первым врачом, которого посещают такие больные, само собой, разумеется, является кардиолог. Если проблемы возникают в области головы, ну, например, головная боль, парастезии в области головы, сианистопатии в области кожи головы, головокружение, то в первую очередь такие пациенты обращаются к невропатологу и так далее и тому подобное. Продолжая ощущение работы Марциновского, психогенные заболевания возникают совершенно так же, как и все другие заболевания, вследствие изменения обычных иннерваций, но поводок к такому изменению иннерваций служит поводом при психогенных заболеваниях изменения самих представлений, а не телесное расстройство. Это то, о чем я сейчас вам сказал в более современном понимании. Конечно, телесные повреждения могут служить поводом к изменению представлений, но для формы болезни определяющим моментом является испуг, страх и тому подобное, как последствия происшествия, длительно действующие на организм, душевное потрясение, психическая травма, вот в чем главное дело. Понимание психогенных явлений, ну, я вам скажу, к душевному потрясению, к психической травме я добавлю то, что, естественно, в те времена, в начале 20-го столетия еще никто и не знал. Это нарушение нейрогуморальной обмена метаболизма в головном мозгу, ну, в частности, изменения содержания нейротрансмиттеров, нейропептидов, синаптических пространств, мозговых нейронов. Вот, это, значит, тоже, то есть тут не обязательно иметь травму психическую, не обязательно иметь душевное потрясение, вот, так называемые эндогенные, значит, душевные расстройства, вот, или эндогенные природы психосоматические расстройства. Достаточно просто, чтобы произошло изменение этой биохимии, вот, в головном мозге, чтобы возникло, значит, то или иное психосоматическое страдание. Понимание психогенных явлений так трудно, и толкование их не бросается сразу в глаза потому, что психика как бы переводит на другой язык, внешнюю причину заболевания. Таким образом, рассматривая болезненные явления, нельзя сразу же догадаться о их причине. Именно, нужно уметь читать иероглифы психогении. Так как все на свете влияет на наши представления, то все может быть при известных условиях оказать болезнетворное влияние. Достаточно необдуманного и неловкого слова, и болезненное состояние реализуется с пластической ясностью. Таким образом, наше обычное поведение, наше постоянное указание, обратите на себя внимание, наши прогностики и предостережения могут повести к самым разнообразным расстройствам, а при известных условиях к бредовому состоянию отношения всего к себе. Беахтунгс ван, немецкое слово, беахтунгс ван, ван, это сумасшествие, это бред, беахтунгс, это, значит, беахтунгс, беахтунгс, обратите внимание, значит, бред обращения. Всякое зерно, посеянное таким образом, вырастет плебелы, питающиеся постоянным бессознателем, страхом питающиеся. Кто не переживал того, что иногда совершенно достаточно просто озабоченного выражения лица для того, чтобы превратить состояние полного благоденствия в его противоположность? Если таким могуществом обладает непреднамеренное слово, то насколько же большое значение имеет слово наперед рассчитанное? Мы видим, как под влиянием внушения изменяются иннервации и происходят самые удивительные изменения телесных состояний. Отправление кишечника, месячные, кровяные стигмы и так далее. Заболевания возникают совершенно таким же образом, как совершаются чудесные исцеления. Сущность и тех и других заключается в их зависимости от представлений, что прекрасно выражено в словах «Вера твоя спасла тебя». Эти вещи необходимо знать нервному больному и вполне понимать их, если он хочет избавиться от своих невзгод. Поэтому я поясню сказанное сравнением. Сравнив мозг с правительственным учреждением. Внизу, в первом этаже, находится бюро, в которых происходит главная работа. Причем директоря, сидящие во втором этаже, очень мало ее замечают. Подсознательная автоматическая регулировка инстинкты. В этих бюро, как регулирующих центральных пунктов, ежедневно получаются тысячи извещений из всех провинций, организаций, внешние раздражения, которые требуют немедленного разрешения. Менее важные вещи решаются тотчас же на первом этаже, особенно для случаев, которые часто повторяются, что происходит совершенно автоматически. Старшие чиновники, пользующиеся доверием директоров, разрешают и более важные дела, которые раньше не решались без доклада дирекции. Сознательные функции постепенно становятся инстинктивными. Все идет хорошо, так как известные общие инструкции или такие общие инструкции постоянно сообщаются согласно положению дел, настроению. Для всех же важных решений необходимо участие директоров, что обычно требуется только для самой незначительной части всей работы. Узость сознания, широта бессознательного. Дирекция определяет то направление, в котором должно быть решено дело, в скобках. Переработка высших центров играет решающую роль. Закрытые скобки. Необходимая для осуществления инструкций механическая работа исполняется опять-таки в первом этаже. Только исключительно важные дела докладываются непосредственно дирекции. О некоторых делах дирекция узнает как бы случайно и может быть сильно озабочена ими. Эти дела, поступающие прямо в дирекцию, рассматриваются одними из директоров. Отделение логики или отделение чувства или несколькими директорами одновременно и затем в качестве распоряжения передаются для исполнения в первый этаж. Но речь идет о таком обобразном, значит, мозговом, иерархии мозговой. Значит, подкорка, кора. Значит, директор – это кора. Это высшие центры, скажем так, серого вещества. Это то, что она сделает человеком. Первый этаж, там, второй этаж – это различные центры, находящиеся в подкорковом образовании головного мозга, то есть в белом веществе. Так. Само собой разумеется, что один из директоров может сам по себе прийти к какому-нибудь решению и передать его к исполнению. Если этот директор – господин довольно легкомысленный, как это иногда бывает, то его распоряжение может иметь удивительные последствия, и люди в провинции будут сильно расстроены в своей работе, несмотря на отсутствие к тому местного повода, чисто психогенного расстройства. Поясню вам. Значит, действительно, правильно, доктор Марсиновский говорит, значит, если директор, то есть высший нервный центр, расположенный в коре, в сером веществе, ну, скажем так, дает неправильное распоряжение, скажем так, неправильное распоряжение, и оно отправляется на периферию, в провинцию, то есть к органам человеческого тела или организма, то в принципе, естественно, значит, деятельность этих людей или этих учреждений в провинции будет расстроена. То, что предусматривает и так называемая психосоматическая модель. Значит, что такое психосоматическая? Я бы, например, если писал бы эту книгу, если был бы способен написание, так, я бы привел бы несколько другой пример, значит, тот, который я обычно и привожу, это оркестр, большой симфонический оркестр, значит, состоящий из большого числа музыкантов, это смычковые, это ударники, это духовые инструменты, вот, смычковые подразливаются на скрипке, виолончель, контрабас, вот, скажем так, духовые инструменты, там тоже, балторны, трубы, кларнеты, саксофоны и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, значит, вот эти, скажем так, оркестранты, значит, мы их будем рассматривать, вот, наподобие вот доктора Марциновского, который рассматривает высшие инстанции и провинциальные, значит, органы власти, мы их будем рассматривать, значит, как периферические, скажем, ну, как органы, это печень, желчные пузыри, это кишечник, это желудок, это поджелудочная железа, сердце, легкие бронхи, мочевой пузырь, почки, значит, мужские и женские половые органы, и так далее, и так далее, и тому подобное. А высшие инстанции, значит, вот то, что доктор Марциновский говорит, директор, какой-то директор легкомысленный, скажем так, это центры, высшие, находящиеся в мозговой коре, вот, значит, вот они начинают барахлить. То есть, в нашем случае это дирижер, вот дирижер является этим высшим руководителем, без дирижера, без его импульсов, то есть, когда он палочкой, значит, вот, там, дирижирует и так далее, и так далее, он не просто машет, там, руками, нет, он дает здесь, вы смычковые, значит, прекращаете, вы, значит, духовые инструменты наоборот, набираете форта и так далее. Без команд дирижера оркестр большой, симфонический или другой, будет звучать какофонично, вот. Значит, если дирижер квалифицированный, если дирижер серьезный, если дирижер подготовленный, то он будет отдавать, скажем так, музыкантам правильные, правильные команды, и оркестр будет звучать гармонично, без всякой фальши. Если же, если же дирижер, скажем так, безграмотен, если же дирижер низкоквалифицирован, если дирижер, скажем так, ну, там, по знакомству, по блату, значит, он не соответствует, значит, качеству, квалификации этого оркестра был назначен туда, то, естественно, он начинает давать фальшивые команды. Естественно, если он дал фальшивую команду в тот момент, когда он должен дать команду, чтобы, значит, смычковые инструменты должны замолчать, а он не даст этой команды, естественно, вся музыкальная гармония, вся музыкальная композиция нарушится. Значит, если переводить это на наш язык физиологически, то, значит, больной мозг или неправильно функционирующий мозг, ну, скажем так, больной жалуется на тошноту и боли в области желудка. Значит, естественно, вначале предполагается, что, или, скажем так, переходим в нашем сравнении, это фальшивящий, фальшивящий первая скрипка. Вот первая скрипка – это, в общем-то, первое лицо после дирижера Баркесы. Вот первая скрипка фальшивая. Значит, это, скажем так, больной желудок и, скажем так, или там поджелудочная железа. Значит, естественно, проводится исследование, делается фиброгастроскопия, там, ультразвуковое обследование, которое может найти, если оно находит грубую патологию, значит, естественно, это вот эта первая скрипка, вот, ну, она тоже неквалифицированная. Это так называемые чисто органические соматические расстройства. Но при нашем, в наших случаях, все происходит наоборот. Действительно больной, жалуется на тошноту, на боли, на вздутие там и так далее. Он, естественно, обращается к гастроэнтерологу, ему проводится весь курс этих обследований и ничего особого не находит, или вообще ничего не находит. Значит, есть и такой гастроэнтеролог грамотен. Он, естественно, говорит, батенька или мадам, со стороны желудка вашего я ничего не нахожу. Больной, естественно, возмущен. Как не находит, у меня боли, у меня тошнота и так далее, и тому подобное. Значит, если это грамотный, квалифицированный гастроэнтеролог, он скажет, упаси вас, Боже, только не подумайте, что я сам ставлю под сомнение, что вы ощущаете тошноту и боли. Я верю вам, и действительно это, наверное, есть. Но ваш желудок здоров, и все эти ощущения исходят не из области желудка, а из области головного мозга. Вот и все. Вот приблизительно то, что хочет объяснить нам доктор Марциновский. Немножко не так понятно, я так думаю, чем я вам сейчас объяснил. Значит, вот эти взаимоотношения психосоматические. Есть, правда, и соматопсихические взаимоотношения, когда больной орган нарушает или вызывает симптом со стороны высшего, центра. Но в данном случае мы говорим о психосоматике. Значит, продолжаем. Иногда случается, что дела действительно очень много, и тогда директора переутомляются. Ну, скажем так, дирижер переутомляется, или высшие, значит, нервные центры переутомляются и раздражаются. И управление первого этажа не успевает обо всем позаботиться. То есть, дирижер устал, дирижер больной, дирижер неквалифицированный, или находится, скажем так, в начале заболевания какого-то. Естественно, он дает неправильные команды, и, скажем так, которые доходят до исполнителей, то есть до оркестрантов, и они начинают, следуя его командам, начинают фальшивить. Так. В этом случае нет ничего удивительного в том, что распоряжение не исполняется с обычной точностью и силой, и местные органы остаются без дела. То есть, скажем так, то, о чем я уже сказал. Если мы обратим, наконец, наше внимание на состав дирекции, то есть на состав высших центров, то есть, а в нашем случае лучше и понятнее и с ней будет на дирижера оркестра, то отделение разума и логики представлено более слабыми силами, чем отделение чувства, и тогда все дела управления решаются не так, как это соответствовало бы действительным отношениям. В нашем случае это команды, распоряжение, управление дирижером, оно неверно, оно фальшиво, оно ошибочно. Соответствующим образом, значит, тот, значит, кому они, эти, скажем, команды распоряжения направлены, начинает фальшивить. Все. Непорядок главной дирекции мозга в дирижере больше и чаще состоит в том, что начальник отделения чувств неправильно рассматривает некоторые извещения как особенно важные, повышенная рефлекторная возбудимость, и слишком поспешно отдает распоряжение, не входя в сношение по этому поводу со своим сотоварищем из отделения логики, и не имея, следовательно, согласия со стороны последования, последнего наоданной распоряжения. Ну, здесь немножко подробно, доктор Марциновский, понимаете, запутанно. Я объяснил, значит, так схематично, но понятно. Значит, хотя мы говорим об одном и том же. Просто доктор Марциновский более подробно, вот, а я более кратко. Я делаю это начальники периферии и подчиненный, вот. Если начальник, значит, дает правильные, значит, предписания, то подчиненный их выполняет правильно. Если он дает фальшивые предписания, то подчиненный, значит, выполняет их согласно данным неправильным приказам, и результат, сами понимаете, какой. То есть, начальник – это мозг, а подчиненный или подчиненные – это наши внутренние органы, значит, или органы нашего организма. Вот и все. Ну, а я читаю, что пишет Марциновский. С кем-нибудь по соседству что-нибудь случилось, например, удар, острое психическое заболевание. Господи, что будет, если у нас что-нибудь такое случится? Что мы будем делать? Восклицает начальник отделения чувствований. Быстро принимаются всевозможные меры, хотя ничего еще не случилось. Телефоны звонят, вся канцелярия первого этажа в сильном возбуждении, люди в провинциях – вот то, о чем я говорю – органы – сначала удивлены, а потом тоже начинают бояться, все меры должны уже чем-нибудь оправдываться, и дирекция ведь должна знать, в чем дело. Наконец появляется на сцену сотоварищ из отделения логики, и сердится, что его в свое время не спросили, говорить, что все дело ничего не стоит и так далее. Однако беспокойство уже создалось, и хотя отданы уже новые распоряжения, ну, скажем так, дирижер дает новые, скажем так, правильные, значит, команды, или начальник дает новые правильные команды, в противовес первым беспокойство все уже остается, и его не так легко прекратить. Одним словом, директоров из отделения логики не может добиться желательного результата, несмотря на свое ясное понимание, до тех пор, пока что-нибудь новое не направит деятельность директора чувствований в другом направлении, отклонение внимания впечатлениями силенного чувственного тона. Тут я могу еще добавить, значит, скажем так, человек думает, что у него болен желудок. Опять возвращаемся к тому примеру. Он обследуется у гастроэнтеролога, проводит неоднократные, многократные исследования, которые, ну, скажем так, если и показывает, то обычный гастроэнтеролог, который не может продуцировать вот те жалобы, значит, которые беспокоят данного пациента. Более того, гастроэнтеролог может назначить, и часто так и происходит в реальной жизни, назначает пробные лечения, которые тоже неэффективны. Так вот, в чем вопрос? Вопрос заключается вот там. Значит, даже если такому пациенту при психосоматических расстройствах или при тревожных или депрессивных соматическим синдромом даже и сказать, что твой желудок или ваш желудок здоровый, он не поверит. Он не поверит. То есть, вот этот начальник логики, это как раз вот эта роль психотерапевта. Ну, вот его психотерапевт говорит, или тот же гастроэнтеролог, выполняющий, значит, роль психотерапевта. Он говорит, вы знаете, нет, но эти лечения не помогают, я у вас ничего не нахожу, у вас, в общем-то, у меня складывается впечатление, что желудок здоров, а проблема лежит, значит, где-то в центральной нервной системе. Вы знаете, очень часто больные не верят. То есть, вот эти слова начальника отдела логики, это логика, так, значит, они не доходят, они не могут исправить. Больной все равно, он говорит, да, нет, у него сразу же чаще всего появляется такое решение, нет, этот врач некомпетентный, гастроэнтеролог, он тут же меняет, идет к другому. Повторяется та же история, повторные все те же исследования, и мы это видим, очень часто видим и часто сталкиваемся, что вот эти больные психосоматическими расстройствами, а реже это при соматических синдромах, скажем так, при депрессивных или тревожных расстройствах, они не верят, они все равно фиксируются там на сердце, на экстрасистолии, или на желудке, или на мочевополовом, так сказать, тракте и так далее, и все равно, и все равно с упорством лучшего применения продолжает, продолжает обращаться к соматологам, а не к психиатру. Вот, вот что хочет сказать, значит, доктор Марциновский, об этом он и говорит, я это прекрасно понимаю, но я вам более простым таким, понятным языком, значит, скажем так, ну, комментирую его эти слова. Особенно, если извещение поступает из такой провинции, где раньше частенько бывали непорядки, прежние органические заболевания, правильно, если боли в желудке уже бывали и раньше, и там диагностировалась язва желудка, или гастрит серьезный, или полип, или повышенная кислотность, пониженная, тогда создается такая раздражимость, что директор чувства войны уже не видит, и это извещение из провинции, икс совершенно ничего не значащее. Опять из этой провинции, икс черт возьми, там все еще беспорядок, и он посылает безобидным людям в икс своих жандармов для экзекуции. Ну, вот это вот то, что логика не соглашается, понимаете, то есть мозг не соглашается, больной не соглашается с объяснением врача, он говорит, нет, у меня таки тошнит, не может быть, у меня больной желудок, и так далее, и он продолжает с упорством маньяка, идти, маньяка, идти от одного гастроэнтериолога к другому, и в общей сложности, прежде чем такой пациент попадет к психиатру, особенно при психосоматических расстройствах, проходит не менее пяти лет, причем больной тратит кучу денег, проводит кучу обследований, причем дорогостоящих, иногда сложных, и даже операции делает, причем не один раз те же гастроскопии 5-6 до 10 лет, которые во всех 10 случаях показывают одно и то же, и только через какой-то промежуток времени, наконец-то и до больного доходит, что да, наверное, вот тот первый гастроэнтеролог был прав, а я ошибался, я его не послушал, я терял время, я тратил деньги, я проводил дорогостоящие исследования, и так далее, и так далее, даже иногда и довольно рискованные такие исследования, и даже операции, но это потом постфакт, вот приблизительно то, что хочет сказать доктор Марсиновский, но продолжаем чтение дальше, для образования ложных суждений, большое значение имеет чтение медицинских книг, и истории болезни, иногда воображение при раздражительной слабости, слишком горячо разыгрывается, по поводу происходящего вокруг, больной все воспринимает слишком энергично, и, страдая по поводу совершающегося вокруг, зря культивирует всевозможные страдания. Это сочувствие и сострадание, которое может доходить до воспроизведения тяжелых форм болезней, представляет собой утрировку нормальной закономерности. Это эхопроксия, то есть склонность, как эхо, отвечать на все явления, заслуживающие сочувствия и сострадания, свойственно каждому из нас, и представляет собой сущность психического заражения. Ну, я вам еще раз хочу повторить, значит, доктор Марциновский в целом правильно все это описывает, за исключением одного. Он все-таки большое значение придает воображению, большое значение придает тому, как мы воспринимаем то или иное событие стрессового характера. А я повторяю, что в те времена это еще было неизвестное терра, терра инкогнито, то есть неизвестная земля, неизвестная область, а сейчас мы это знаем, что необязательно, необязательно иметь, значит, стрессовые ситуации, какие-то события, вот, и так далее, и неправильно на них отреагировать. Вот, иногда, значит, при наличии так называемых эндоген их расстроит, вот, нарушается нейрогуморальная регуляция в нервных клетках или в синаптических пространствах или в веществе мозга головного, вот, и без всяких стрессов, и без всяких, скажем так, событий такого неприятного характера у человека, вот, возникает тот или иной психосоматический симптом. Иногда, конечно, скажем, внешние факторы выполняет роль триггера, который поталкивает, вот, но я вам хочу сказать, что без наличия, без наличия конституциональной предуготованности или конституциональной подкладки или генной, генной зависимости, вот, естественно, даже, даже крупное, крупное психическое переживание, крупное психическое переживание, по идее, не должно вызвать заболевание. Оно может вызвать, ну, естественно, кратковременное расстройство или та же депрессия, может быть, кратковременной, длящейся несколько, скажем так, дней, ну, скажем так, вот, произошло наводнение или цунами, значит, деревня смыта, смыта, значит, половина жителей этой деревни погибла, естественно, они уже мертвы, они не реагируют, имущество погибло, все условия для дальнейшего существования руинированы, оставшиеся, оставшиеся половина деревни, например, на побережье где-то, значит, часть из них, часть из них действительно заболевают, заболевают, вот у них возникает психические расстройства, там, с психосоматическими или без психосоматических, ну, где-то 3-4, максимум 5%, остальная часть оставшегося в живых населения, находящегося точно в таких же условиях, потеря родных и близких, потеря имущества, потеря, скажем так, орудия производства, если это рыбацкая деревушка, значит, лодки, снасти, сети и так далее, жилища, но имеющие здоровую психику, скажем так, они, естественно, первые, может быть, несколько дней, первую неделю, две, они находятся, естественно, в таком подавленном, растерянном состоянии, то есть, скажем так, депрессивное состояние, вот такое, посттравматическое, у них, ну, продолжается какой-то небольшой, непродолжительный период времени, потом они, значит, начинают, естественно, отходить, настроение все равно подавлено, естественно, потеря родных, близких, им людей, любимых, потеря этого, но они не заболевают, они не обращаются к врачу, начинают медленно восстанавливать, восстанавливать, то же самое происходит и после войны, вот, когда все разрушено, вот, и постепенно, постепенно, с каждой недели, с каждым месяцем, постепенно, они возвращаются к обычному образу жизни и настроению, естественно, когда они вспоминают о погибших, когда они иногда вспоминают о том, что погибло имущество и так далее, понимаете, естественно, они грустят, но не более того, а вот три, четыре до пяти процентов этого те люди, которые заболели. Так вот, доктор Марциновский в данном случае говорит о том, только об экзогенных, о, об экзогенных, значит, скажем так, вот, моментов, ну, и говорит о том, что эти инстанции, это дирижеры, эти директора верхние, то есть, этот верхний, скажем так, главный центр или центральное нервное управление нашим мозгом, вот, оно почему-то нарушено, но почему он об этом не говорит, он говорит, что оно нарушается, потому что там какой-то отдел чувствований, значит, воспринимает это чрезмерно, а отдел логики не может контролировать и так, и вот таким образом, значит, а я добавляю, такое тоже бывает, вот, но в принципе, в принципе, эти директора, дирекция, да, и, значит, там, самых верхних этажей мозга, значит, центра, она просто начинает неправильно функционировать, она впадает в панику, она впадает в это по причинам, ну, скажем так, значит, если говорить нашим языком, нейрогуморальным, вот и все, то есть, мы уже не тут не рассуждаем, какая причина, экзогенная, эндогенная, ну, скажем так, несостоятельная, вот эти центры или вот это начальство могло работать, когда все хорошо, из примера Марциновского, когда все тихо, спокойно, вот оно выполняло, когда все рутина, как только какая-то стрессовая ситуация, там, в провинциях или в нижележащих, значит, отделениях, что-то там происходит, они не в состоянии, они растерянны, они не в состоянии принять правильные решения, мы это видим и в обыденной жизни, и вот и все, и таким образом нарушается, значит, их деятельность, они начинают принимать неправильные решения, скажем так, вот революция 1917 года, февральская, все, царь колебался, царь не знал и так далее, и так далее, вот и все, потом пришла, значит, какая-то субстанция восстановилась, пришли большевики, взяли власть, и так далее, они ее подобрали, вот и все, значит, вот таким образом это сравнение, конечно, мы об этом не говорим, мы говорим, что вот такие процессы происходят в мозге, мозг начинает терять контроль над функцией организма, все, а вот какая причина, экзоген или эндоген, это решает в каждом конкретном случае врач, продолжаем чтение, таким образом, весьма вредным явлением может быть не только чтение негодной литературы, которую бронят в достаточной степени, но также всякая, казалось бы, безобидная болтовня больных друг с другом, ну, кстати, кстати, это мы тоже видим, больные начинают читать, значит, особенно сейчас, вверх интернета, заходят, читают, а в интернете очень много фейк, вот, особенно в тех ресурсах, где нет врача, а есть сами больные, понимаете, вот он начитался этого, и моментально, если у него имеется такая склонность к мнительности, к воображению такому патологическому, к болезненному, естественно, он начинает все это искать, он начинает, значит, приходить в состояние удручения, он находит у тебя все это и так далее, значит, но в этом случае, в этом случае, вот о том, что чем пишет доктор Марсиновский, там, конечно, нужна психотерапия, когнитивная, то есть, человеку, такому больному, объясняет, что то, что он прочел, это ерунда, то, что он подумал, это ерунда, вот, но не то, что ерунда, а что он больной, вот, что причины его болезни совершенно другие, у него нет того, что он прочел, очень много больные, часто больные считают, там, страдают депрессией, там, каким-то тревожным, что у них психическое расстройство, что у них шизофрения, значит, тут вот, значит, как раз можно скорректировать это неправильной или неправильной полученной информацией, или фальшивую, фейковую информацию из интернета, значит, психотерапевт, вот, или терапевт, значит, он может, так сказать, скорректировать, и в данном случае уже, значит, большую пользу приносит данному больному, ну, а дальше, а дальше, все зависит от причины, если это чисто экзогенное заболевание, там, конечно, на первый план идет уже специальные методы психотерапии, а если это, скажем так, нейрогуморальные причины, или эндогенные причины, вот, и они, так сказать, возникли, как результат, значит, вот этого, как триггерное, значит, воздействие от триггера, этого психического момента, то, естественно, вы понимаете, если психический момент, значит, действительно является причиной, то, в принципе, в принципе, через какое-то время он и без лечения отзвучит, и все должно восстановиться, а проблема лежит глубже, что триггер, триггер, он, скажем так, выводит из спячки вот эту патологию, которая находится в таком сонном, латентом состоянии, то есть, нарушается эта нейрогуморальная составляющая, и там, естественно, естественно, несмотря на то, что триггер уже озвучал, триггер уже потерял всякое значение патогенное, а болезнь продолжается, почему? Потому что запущен механизм нейрогуморальный, и без его нормализации с помощью медикаментов, естественно, значит, болезни не отступит. Ну, вот так вот, чтобы вам просто было понятно, более в таком понятном и современном. Кто в приемной своего врача и во время пребывания в санатории занимается такими вещами, то есть, там, читает, в интернет ходит, тот бессознательно для самого себя образует болезненные, или, по крайней мере, препятствующие лечению ряды представлений. Поэтому обязанность врача препятствовать всеми доступными ему средствами разговорам больных о болезнях и называть это собственным именем, как невероятная, бесцеремонность и несправедливость по отношению к другим больным. Понимающие это больные помогут врачу в проведении этого правила, помогут ему в избавлении своих больных от сплетен старых баб, взято в кавычках сплетни старых баб, что неприлично и вредно как болтающему, так и слушающему, а я добавлю, как пишущему, а не болтающему там где-то в соцсетях, форумах, так и читающему. Правильно? Тут я могу согласиться. Но это одна часть, причем не самая, не самая страшная. Но она искажает, то есть, вы поймите, здоровый человек вообще на эти форумы не ходит и не читает это. А вот больной человек, значит, причина его болезни, конечно, несколько другого, а когда он начинает получать ложную, фейковую информацию, естественно, она ухудшает его самочувствие. Поэтому тут я совершенно согласен с доктором Марциновским, что он требует, требует, чтобы больные прекратили разговаривать и с другими больными, и слушать других больных, значит, о болезни. Понимающие это больные помогут врачу в проведении этого правила, помогут ему во избавлении, в избавлении своих больных от сплетен старых баб, я уже читал это, что неприлично и вредно как болтающему, так и слушающему, как пишущему, так и читающему. Мое дополнение. Простое напоминание о болезнях способно вызвать слабым духом мучительные и длительные состояние боязни, тем более любовное углубление в предмет, начинающееся обычно словами «подумайте только, как ужасно». Поэтому веселыми и здоровыми мыслями должен занимать себя больной, а не жалобами и стенаниями. Последние могут быть высказываемы только врачу. У врача больной может и должен говорить о своих страданиях, как он спал, как он вообще себя чувствует. Это никому не интересно, кроме врача. У врача же все жалобы получает необходимое исправление, я добавлю, объяснение и назначение средств, которые помогут к их исправлению. Облегчающее же высказывание своему сотоварищу по страданию представляет собой ничто другое, как закрепление болезненных явлений. Это может быть приятно, но это вредно. То есть резюме из-за этой части статьи или главы книги Марциновского, что друг с другом, с больными лучше не говорить о болезни. Итак, дальше если расширить, не читать литературу по этому поводу. Почему? Потому что, во-первых, больной не, скажем так, не совсем образован, и поэтому он может неправильно понять. А самое главное, даже если больной образован, да и врачи иногда, когда заболевают, читают, как говорится, у страха глаза велики, ну и все это как бы воспроизводится и усиливается. Есть такое понятие у студентов медицинских вузов. Болезнь третьего курса. Дело в том, что на третьем курсе медицинских институтов, сейчас это академии, университеты, начинается изучение клинических дисциплин. То есть, если до третьего курса в основном проходит теоретически, там, биология, нормальная физиология, нормальная анатомия, и так, все нормальное. Там, нормальная биохимия, и пошло-поехало. Вот. То, начиная с третьего курса, значит, студенты уже начинают изучать болезнь. Вот. То есть, они сталкиваются уже с патологией. Вот. Очень часто, значит, это такая типичная болезнь, болезнь, значит, третьего курса. Или болезнь Джерома Джерома. Вы помните, там, я уже не помню, у английского автора, там, по-моему, трое в одной лодке и собака. Значит, да, Джерома Джерома. Вот. У него, значит, описывается один из, я уже не помню, один из героев, значит, говорит, что я нашел у себя, там, по-моему, он читал какую-то энциклопедию британскую, я нашел все у себя, кроме воспаления коленной чашечки, значит, болезнь третьего курса или синдром Джерома, вот, ну, таким, с юмором, вот и все. Дальше читаю. Представления в мозгу постоянно сменяются одни и другими. Значит, я еще хочу больше что-то добавить. В те времена, когда доктор Марциновский, значит, писал эту книгу, естественно, медикаментов не было. чего стоит только лечить мания, депрессия теплыми ваннами. Ну, сами понимаете. Теплыми ваннами, вот так, или там укутыванием, или холодными укутыванием мани, или теплыми при депрессии, меланхолии. Вот приблизительно вот такой уровень был лечения. Поэтому, естественно, в данном случае доктор Марциновский, он был, в общем-то, психотерапевтом, он даже был психоаналитиком, он был членом Венского психоаналитического общества, он даже открыл на юге Баварии санаторий, естественно, значит, там кроме питания, кроме покоя, вот, кроме электротерапии, естественно, он использовал и психотерапию, поэтому, естественно, в этой главе, в этой книге он в основном посвящает, значит, вернее, освещает тему лечения психотерапевтическими способами. Он, кстати, является представителем идеалистического метода лечения или метода лечения стоиков. Стоиков. Значит, в качестве эпиграфа я могу привести слова известного стоика, это императора Марка Аврелия, это римский император, который, значит, якобы принадлежат, как будто бы принадлежат следующие изречения. Избавь себя от зависимости, от тех или иных вещей, представлений, и ты будешь от них без опасности. Значит, переводя на понятный русский язык, значит, я часто эту методику Марсиновского использую, очень часто приходится сталкиваться, например, с пациентами, для которых болезненным явлением или идеей фикс является, ну, вот, скажем так, это сон. Сон. Они фиксированы в их клинической картины, и там существует масса других симптомов, но они на них не обращают внимания. А вот все их внимание зафиксировано вот на сне. Они фиксированы, они постоянно думают, они постоянно, значит, используют какие-то сониндуцирующие препараты, и самое главное, вот, когда наступает вечер, у них наступает проблема, а засну я в этот раз. И чем больше они думают, заснут они или не заснут они, вот, тем больше шансов, что они такие не заснут. То же самое касается не только сна, там, дереализации, значит, там, экстрасистол, значит, вот той, значит, моносимптоме, который почему-то, почему-то для данного больного, вот, является важным или важнейшим. то есть по отношению к этому моносимптому возникает идея фикс, фиксированная идея. И, естественно, чем больше человек думает об этом, чем больше он стремится его ликвидировать, ну, скажем так, своих мыслей, тем меньше он достигает успеха. Поэтому в таких случаях, в таких случаях, согласно рекомендации Марка Авреля, я говорю, измените свое отношение к сну, к экстрасистоле, одновременно, конечно, продолжая лечение основного заболевания, в рамках которых развилось и нарушение сна, и появилось экстрасистола, или появилось там головокружение, или появилась там дереализация, вот, и так далее, и так. Каждый по-своему с ума сходит, каждый по-своему фиксируется на, значит, на каком-то одном из множества симптомов своего депрессивного или тревожно-фобического расстройства. Значит, измените отношения, и тогда вы будете от них в безопасности. Это совет Марка Авреля. И в книге Марциновского вот как раз оно и приводится, это стоики, стоики. Вот, я там наговорю еще, это книга для общепопулярной, для пациентов, а там есть для врачей книга, вот такая, специальная, я вот ее наговорю, когда закончу главы из этой книги. Поэтому я в таком случае советую, знаете что, прекратите, прекратите фиксироваться на сне, продолжайте лечиться, естественно, вот, и как-то убавьте внимание, эту фиксацию на сне, поменьше думайте. Значит, приблизительно так, вот я засну, не засну, и черт с ним, не засну, ну так что, посижу, посмотрю там телевизор, покопаюсь в интернете, послушаю музыку, вот, а потом, может быть, и засну, вот, вот и все, вот это, вот это метод Марциновского, хотя, естественно, стойки возникли далеко до существования Марцин, он просто его переработал и, значит, включил, значит, свою систему эту психотерапевтическую, вот, значит, продолжаем чтение, представления в мозгу постоянно сменяются одни другими, но подобно тому, как мы можем смотреть только в один примет, вполне ясно, и можем внимательно делать только одно дело, то и представления наши только частью могут быть вполне ясно-сознательными. Все, что совершается направо и налево от пункта ясного сознания, совершается подсознательно или бессознательно, неясно чувствуется и находится совершенно вне сознательной душевной деятельности данного момента. Однако, как бы то ни было, но все же совершается. Есть один мост, ведущий к пониманию подсознательной душевной жизни. Это сон и сновидение. Мы грезим собственно всегда, как во сне, так и наяву. Кто умеет наблюдать за собой, тот иногда может застать себя во время грез наяву. Отвлечение мыслей во время слушания или во время чтения, например, представляет собою образец такого сна наяву. Мы в это время действительно слушаем, действительно читаем, и тем не менее наши мысли питают где-то далеко, а я добавлю, и далеко от содержания того, что мы слушаем, и от содержания того, что мы читаем. Иногда мы помним, что мы читали, или о чем мечтали, иногда же нет. воспоминания есть сознавание или снова сознавание, отсутствие воспоминания никогда не представляет собой действительного отсутствия процесса. Обычно о сновидении говорят тогда, когда последние сознаются, то есть когда мы ее помним. Однако колеблющееся состояние воспоминаний плохая основа для наших суждений. Можно словом сновидения обозначить всю подсознательную душевную жизнь целом. Относительно же своих сновидений всякий знает, что они равнозначны душевным переживаниям. Страстные волнения и ощущения во сне мы действительно переживаем и часто просыпаемся от них, вскрикивая от страха и все в поток. Остаток возбуждения продолжает существовать и после просыпания определяя собою настроение этот факт объясняет происхождение множества нервных явлений. Нужно только помнить о их психогенном происхождении, то есть о их происхождении из глубин душевной жизни в тех случаях, когда наше сознание не участвовало в их возникновении. Но здесь я уже вам говорил, что доктор Марциновский был членом до 1925 года Венского психоаналитического общества, то есть по сути дела он наверное чуть в более поздний период времени он уже работал как психоаналитик в своем санатории, поэтому тут в общем-то его рассуждение уже несколько приближается к психоаналитическому, то есть видите, он говорит о сознании, бессознательном и так далее. Наши поступки и наше хотение очень часто определяются остатками настроения о таких бессознательных душевных переживаниях. Кто это хорошо понимает, тот не будет удивляться необъяснимой боязни необъяснимой боязни взято в кавычки или непонятному настроению тоже в кавычках и навязчиво возникающим все тем же мыслям и представлениям. А благодаря такому пониманию последние значительно теряют свою устрашающую силу. Ну видите, тут, конечно, проводится психоаналитическая идея, а я уже вам говорил, еще раз хочу напомнить, что в те времена о нейрогуморальной теории или механизме еще не знали. Поэтому, естественно, надо с пониманием, с поправкой на время написания работы, на господствующие в наше время теории заболевания, патогенеза заболевания принимать это в участие, то есть принимать это во внимание. Какой же силой обладают эти процессы доказывается следующим примером. Следующим примером. Врач Х загипнотизирован с целью эксперимента. Он прекрасно ездит на велосипеде и всю свою деревенскую практику ведет на велосипеде. Ему внушается, между прочим, такая картина, которую он действительно видит и в которой дело идет о велосипедисте. Велосипедист сталкивается с телегой, падает от этого столкновения и рвет себе брюки. После пробуждения от гипноза Х ничего об этом не помнит. Видимо, врач Х впадал в глубокую сомномбулическую фазу с последующей амнезией. На другой день едет он на велосипеде спокойно по большой дороге. Навстречу едет телега. Его охватывает необъяснимый страх, он начинает колебаться и падает под ноги лошадей. Все это произошло безо всякого понимания связи между этим происшествием и предыдущим гипнозом. То есть тут демонстрируется явление или значение бессознательного. То есть он же не осознавал этот доктор Х. Он не помнил, он не знал о существовании этого внушения. Оно находилось в области бессознательного. А момент встречи скажем так с телегой, как телега выступила как ассоциация, все произошло то, что ему внушили. Обратный путь устранения навязчивых мыслей путем гипноза часто легко ведет к цели при таких навязчивых состояниях, как, например, бойзень разных вещей, темноты, грозы, басыл, грязи, железных дорог, площадей и так далее. Ну, тут доктор Марциновский, конечно, преувеличивает при всем моем уважении к этому серьезному доктору. Гипнозом фобии лечится совсем нелегко и далеко нелегко и вообще далеко не излечивается и так же агорофобия и так же страх значит поездки на по железной дороге или полета самолетом или грязи, бацилл это все навязчивые страхи, понимаете, фобии, навязчивые фобии. Однако важнее гипнотических внушений воспитательные старания изменить неправильные представления и перевести ложно направленную нервную энергию на другой путь. Ну, психоанализ тут. Гипноз действует часто как лекарство в плохом смысле. Лихорадящему больному дают антифибрин и повышение температуры устраняется. Болезнь же остается восклицательный знак. Точно так же гипноз заменяет зависимость больного от устрашающих его представлений зависимостью от несущих к здоровью мысли. Но сама-то зависимость остается, поэтому излечение психологическим воспитанием имеет за собой большие преимущества, а иногда и представляет собой единственно правильный путь. То есть, если перевести это на современный язык или даже тогдашний язык, я вам перевожу, как я это понял. То есть, гипноз не вылечит, а вот психологическое воспитание, то есть, гипноанализ, психоанализ, вот, вам вылечит. Все. Ну и психоанализ тоже не излечили. Вот. И так далее. Хорошо, выводы. Под психогению мы понимаем возникновение телесных болезненных симптомов вследствие сознательных или бессознательных ложных представлений. Правильно. Но я добавлю, что и эти болезненные ложные представления возникают в какой-то части, в каком-то проценте случаев, и они хорошо устраняются когнитивной терапией. То есть, человеку объясняют о ложности, о неправильности, о когнитивном заблуждении его этих мыслей, и таким образом какая-то часть этих представлений снижается. Значит, это то, что выполняет сегодня, на сегодняшний день в тяжелых заболеваниях, скажем так, при заболеваниях навязчивых, при заболеваниях фобических, выполняет психотерапию, скажем так, когнитивно-поведенческая или там гипнотическая, или даже попытка психоаналитической, психоаналитической, все-таки во время беседы, как-то все это, значит, эти когнитивные заблуждения устраняются. Но даже устранив когнитивное заблуждение, устранив когнитивное заблуждение, мы не устраняем симптом болезни. То есть, я всегда говорю, что в тяжелых случаях, скажем так, фобии, вот фобии, а их миллион разных фобий, там психотерапия нужна, а именно когнитивно-поведенческая, даже не гипнотическая, может быть, психоаналитическая нужна. Значит, человеку разъясняют, что ничего с ним не случится, что это его страхи безосновательны, и если он соглашается, то действительно какое-то облегчение он получает. Ну, скажем так, вот человек, страдающий приступами паники, он не знает, что это, он думает, что у него больное сердце, там, сердцебиение прямо приступа, повышается давление, у него голова кружится, он начинает, значит, бояться либо инфаркта, что у него сейчас будет, либо инсульта, либо если в этот период возникает дереализация, думает, что он сходит с ума, значит, у него появляется такой, значит, болезненный страх, что он сойдет с ума во время очередного приступа, или там потеряется сознание, у него Понимаете, он, значит, такое полуобморочное состояние. Значит, с помощью психотерапии ему объясняется, что сердце здоровое, мозг здоровый. Значит, дереализация – это в результате огромного выброса, значит, катехоламинов, адреналина, норадреналина. Вот это головокружение, это тоже связано с тем, что вот эти катехоламины вызывают спазмирование сосудов головного мозга и так далее. Отсюда и появляется головокружение, но он никогда не упадет в оморок, он никогда не сойдет с ума, он не умрет от, скажем так, от инфаркта и инсульта. Все, это ему объясняют. Кроме того, ему говорят, что это не больное сердце, это не больной мозг, это не больной мозг в том плане сосуды мозга и так далее. Значит, он уже к этому приступу относится несколько спокойно, у него меньше болит, но вся эта психотерапия сами приступы не уберет. Они как были, так и останутся. А вот отношение пациента к этому приступу, отношение к фобии, оно может немножко измениться. Поэтому то, что пишет доктор Марциновский, на то время это было единственное, что он мог сказать. А сейчас, естественно, что фобии или неправильное заблуждение, когнитивное заблуждение, они лечатся психотерапией, объясняются. А все остальное, грубые проявления, значит, болезни душевной, оно лечится, естественно, с помощью медикаментов, которые восстанавливают в той или иной степени, когда успешней, когда менее успешней. Значит, метаболизм мозговой, обмен веществ или нейропептидную регуляцию или нейротрансмиссию. И таким образом, в совокупности с вот этими, значит, когнитивной частью, особенно при фобии, вот там, где имеется когнитивное заблуждение или, скажем так, при самоотворных расстройствах, пациент думает, что у него больна печень, там, желудок, голова, сердце, на самом деле там все в порядке. А он с упорством маньяка, значит, посещает, кардиолога, значит, вот тут психотерапия может сыграть, что нет у тебя, это болезнь не сердца, не желудка, не головного мозга в плане, ну, скажем так, органики, а это у тебя нарушение, значит, психо, это психическая душа, значит, там нарушена, скажем так, вот эта нейромедиаторная регуляция. Все, и тебе надо идти к психиатру, хотя от объяснения этого больному самоотворным расстройствам легче не станет. У него как болело, так и будет болеть, его как тошнило, будет тошнить, более того, даже лечение, даже лечение, скажем, антидепрессантами тоже при самоотворных расстройствах не помогает. То есть он просто пойдет на правильный путь, он не будет тратить деньги и время на лечение того, что ему априори не поможет, а все-таки пойдет к врачу-психиатру, к чьей принадлежности, значит, относится его болезнь. То же самое с фобиями. Человек, значит, начинает понимать, у него немножко страх уменьшается, значит, перед этим приступом, что он не умрет, что он не погибнет от инфаркта миокарда, ему становится легче. Но сами приступы не исчезают, они продолжаются. Вот так я могу вам объяснить. Ну, продолжаем дальше. Под психогению мы понимаем, это выводы, возникновение телесных, болезненных симптомов вследствие сознательных или бессознательных ложных представлений. Какая-то часть – это вера. Я уже вам только что объяснил. Ложные и глупые представления возникают, конечно, и у здоровых людей. Но как же последние поступают в таком случае, то есть здоровые люди? Вопрос. Они понимают их несообразность и не обращают на них никакого внимания. Они непосредственно оценивают годность или негодность возникающей мысли и производят такую оценку непроизвольно. Тут я вам хочу сказать правильно, согласен с первой частью. Как у здоровых людей, но здоровые люди некорректно сравнивают с больными. У здоровых людей возникают какие-то мысли, они кратковременные. И правильно пишет доктор Марциновский, они могут путем логики через какое-то время, очень быстро понять их, скажем так, неправильность, помнить их ошибочность, ложность и избавиться. А вот в случае болезненного состояния, опять соглашусь, да, действительно, надо не фиксироваться на этих симптомах. Но этого мало, одного этого мало. Во времена, скажем, Марциновского другого и выхода не было, поэтому он пишет об этом. Но поверьте мне, что результаты и у доктора Марциновского были довольно-довольно скромны, поверьте мне, я это априори предполагаю. А вот больному человеку надо действовать или руководиться этим принципом, то есть не фиксироваться, но одновременно продолжать лечение или начинать лечение. То есть лечиться, ну там, антидепрессантом, антипсихотиком или там норматимиком или анксиолитиком, вот, и, скажем так, внушить себе или с помощью врача, значит, представлять, что да, какое-то время у меня это еще, значит, останется, я буду страдать от этого симптома, но, но, но через, там, 6-8, там, 10 недель или больше, или меньше, это состояние у меня исчезнет. Таким образом, не циклится на сне, не циклится фиксироваться на, значит, вот таком болезненном виде, на, скажем так, на дереализации, на экстрасистолии, на какой-то боли там и так далее, и так далее. Вот, вот в таком комбинации, в таком сочетании, естественно, получится, получится самый оптимальный результат. Но я опять повторяю, вы должны правильно понять, что если бы доктор Марциновский писал эту книгу вот в наше время, сейчас, конечно, он добавил бы. А в 1905 году, когда он писал, ему оставалось только об этом говорить. Не обращайте внимания, уберите, не фиксируйтесь. То есть, тут он пропагандирует вот эту идеалистическую, идеалистическую психотерапию. Или психотерапию с туицизмом. Я еще раз хочу повторить, потому что это очень важно. Не обращай внимания или понись оценку, свою оценку тому или иному явлению, вещи, и ты будешь в безопасности от них. На примере, например, страха не заснуть, человек должен прекратить фиксироваться, засну или я не засну. Почему? Если он будет фиксироваться и думать, наступает вещь, у него портится настроение, он напрягается, засну, не засну, засну, не засну, значит, ему надо плюнуть. Вот как будет, так и будет, и все. Не засну, значит, пойду, значит, почитаю, пойду, посмотрю телевизор и так далее, отвлекусь, потом засну. Но, я опять повторяю, одновременно, параллельно принимать лекарства для устранения того заболевания, в рамках которого у этого больного возникла экстрасистолия, дереализация, нарушение сна и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, конечно, вот, нужно поправки. Когда считать поправки, вот я на них и акцентирую ваше внимание. Душевно больной не отбрасывает таких представлений. Может быть, он и не отбрасывает. Психотерапия, с помощью психотерапии он, скажем, может быть направлен на это отбрасывание, он не сможет их отбросить. Здоровый может, потому что он здоров. У него это кратковременно, у него это не в тяжелой форме и он в общем состоянии. У него нормальная биохимия мозга и он в состоянии, значит, через какой-то короткий промежуток время не избавиться. А душевно больной не в состоянии. И, естественно, в те времена он не мог в состоянии. Даже сейчас, если больному, значит, вместо того, чтобы добавить, чтобы объяснить ему это все, или даже эту стоическую, значит, психотерапию. То есть, не фиксируйся, пожалуйста, не обращайся, то есть, прими, прими, акцептируй, но что ты не спишь. Но акцептировать он должен при двух условиях. Ему должны, значит, пообещать, и у него должна быть надежда или перспектива, что с помощью медикаментозного лечения, там, через какой-то промежуток времени он будет нормально спать. Вот тогда вот такая вот психотерапия пройдет. А если только говорить, что, значит, ты не обращай внимания, а он не может, он тревог, у него полно, его зашкаливает, он переполнен, его синоптические пространства переполнены дофамином, адреналином, норадреналином, он ничего не может сделать. Ничего, он-то понимает, а ничего не может сделать. Значит, только параллельно, параллельно медикаменты и параллельно, и тогда будет успех. Продолжаем дальше. Значит, видите, он пишет, душевно больной не отбрасывает такие представления, а здоровый якобы отбрасывает, он старается объяснить их, так как он не узнает их непригодности и строит на их основании целую систему бредовых идей. Ну, так доктор же Марциновский ему объяснил, что это ошибка. А даже после его объяснения, поверьте мне, пациент не может исправить. Почему? Потому что вот эта биохимия у него остается нарушенной. По-другому видел себя раздражительный, ослабленный мозг неврастейников. Он, как духовно здоровый человек, понимает негодность таких представлений, но вместо того, чтобы не обращать на них никакого внимания, он желает их оттеснить и подавить. И в этом-то вся ошибка, благодаря которой такие мысли могут стать навязчивыми. Ну, неврастения. Неврастения не имеет навязчивых мыслей, опять неправильно. Неврастения – это переутомление, это усталость. Вот, скажем так, естественно, болезненная и усталость. А навязчивость – это совсем другое. Желание вытеснить такие представления – основное ядро всего учения о нервности. Это не основательное старание делает такое явление согласно закону действия и противодействия. Причина нервности – так, как заставляет все время думать об этом, и тем укрепляет то состояние инерции, которого хотят избежать. Как будто ложные представления по природе своей подобны пружине. Оставляет ее в покое, она никому ничего не делает. Если же ее вытягивать, то возникает сила тем больше, чем сильнее натягивать. Эта сила может быть кому-нибудь очень неприятно чувствительной. Никакое представление нельзя вытеснить, можно только лишить его внимания. Вот это ключевой, скажем так, пункт – лишить его внимания – ключевой пункт его психотерапевтической системы. А я опять повторяю, что если использовать только вот это, лишить вниманием свой симптом и не лечить его, из этого мало что выйдет. Самый оптимальный вариант будет возник, может, можно получить только при двух условиях – лечить внимание симптом и начать его лечить с помощью медикаментов. Все, то есть с помощью включения этой психотерапевтического, значит, метода, вот, игнорирования, игнорирования. Значит, то, что говорил Марк Аврелий, да, вот, овца в сторону, забудь, не обращай внимания на ту вещь или там на какое-то событие, то есть она тебе будет безразлична, и ты будешь в безопасности от нее. Ну, вот маленький пример. Я опять себя включу сюда. Скажем так, у меня никогда не было автомобиля, никогда, по состоянию здоровья, диабет, гипогликемия и так далее. То есть для меня автомобиль, ну, имеет, может быть, чисто эстетическое или практическое, если я еду на меня в автомобиль, это может быть большой автомобиль, не запорожить, где вот так сидеть, а чтобы я мог вольготно сидел. Вот. И все. И эстетически, если он красивый, краска, там, формы и так далее, и так далее. Все. А имею я его или не имею, для меня абсолютно безразлично. Вот это по Марку Аврелию. То есть мне плевать. Есть у меня автомобили, нет у меня автомобили. Я вам скажу, даже больше, когда я женился у тестя, забыл, 70-й год, был москвич. Ну, не вот тот москвич после военной, а уже второго поколения. Вот. Он говорит, ну что, будешь водить? Я говорю, нет. Во-первых, из-за диабета. А во-вторых, у меня действительность, и, видимо, из-за диабета, из-за привычки, у меня никакого интереса не было водить машину. И до сих пор. Понимаете? А вот возьмем другого еще. Значит, я в безопасности от того, какая модель появляется. А вот возьмем фанатика, который на этом помешан, фиксирован. Где ее фик? Вот представьте его муки. Вот он купил модель Мерседеса. Мерседес – это неправильное. Удаление в Германии – Мерседес. Или BMW купил. Или какую-то новую Volkswagen, хотя это нет. Или Аудио и так далее, и так далее. Вот он купил. А через год, через год, понимаете, а он фанатик. Появляется новая модель, какая-то супермодель. Вот. Вы понимаете его? Можете представить его муки. Вот он помешан на это. А тут еще сосед купил новую. Вот сосед. Или его друг. Или коллега по работе. Так, все. Этот человек заболевает. У него появляется, вот как пишет Марсиновский, навязчивая идея. Вот достать, достать. А денег нет. Значит, он мучается. Он выискивает какие-то пути. Может быть, я продам эту старую модель. А где я возьму, значит, дополнительные деньги. Начинает там просить родственников помочь ему. Или долги, или кредит. Короче говоря, и он покупает эту новую модель. Через год еще. И так далее, и тому подобное. Вот. Значит, я. Мне плевать на автомобиль. У меня никаких страданий нет. Почему? Я в безопасности. А того, какая модель. Вот. Для меня только важно, если я еду на такси, например. Или там сыновья меня подвозят. Чтобы я мог спокойно, удобно сесть. Чтобы не сидеть вот так сжатым. Чтобы там клеманлаги было, то есть кондиционер, чтобы летом жарко не было и так далее. Все. А для того это мука. Вот то же самое и здесь. Если больной. Вот я опять возвращаюсь к сновидению. Почему? Потому что вот очень часто приходится сталкиваться вот с этим. Если он плюнет на это и скажет, вот заснуй, не заснуй. Хорошо. То есть он потеряет интерес к этому. Он знает, что он лечится. Сегодня он может не заснуть и ничего страшного. И завтра он может заснуть, может не заснуть. И послезавтра. Но где-то через перспективе, через 6-8 недель он таки заснет. Врач ему это пообещал. Врач ему это объяснил. Вот. И он прекрасно понял, согласился. Что через каких-то там 6-8 недель восстановится нейромедиаторная регуляция мозга. И если он, как и масса других симптомов, нормализуется, а масса других симптомов исчезнет, он опять вернется к своему доболезненному состоянию. Вот. Значит, вот такое сочетание, оно даст великолепнейший эффект. Ну, вот так вот. Благодарю вас за внимание. Думаю, что я хорошо подробно объяснил суть его психотерапии. И вот оно ключевое. Можно лишь лишить его внимания. То есть, вы не должны уделять, а слушатели, наверное, мои, то в подавляющем большинстве, это, конечно, все-таки больные люди. Почему? Потому что здоровые люди никогда не зашли бы на мой канал. Оттуда заходят только имеющие проблемы. Значит, вы должны лишить внимания, повышенного, фиксированного внимания, вот, свое внимание прекратить, фиксировать на том или ином симптоме. И параллельно этому продолжать лечение или начинать лечение. Вот, это будет правильно. Это будет хорошая психотерапия и правильное медикаментозное лечение. Итак, благодарю за внимание. На этом я заканчиваю. Чтение, видите, оно немножко продолжительнее, потому что много комментариев моих, много, значит, разъяснений, но они полезны. Ну, вот, я думаю, вы с удовольствием их прослушаете и, может быть, даже и с благодарностью. Поэтому спасибо. И я, доктор Джордж Горбатов, прощаюсь с вами до следующего раза, до следующего чтения. Бай-бай.